Самые редкие игроки в Genshin Impact. Комьюнити нашего с вами любимого симулятора удачи очень разнообразно. Кому-то нравится лор, кто-то играет ради урона, а некоторые получают удовольствие от новых персонажей в своей коллекции. Поэтому сегодня мы, а именно я и вы, попробуем выделить наиболее редкие типы игроков и дать им краткую характеристику. Надеюсь, это видео вам понравится и приятного просмотра. Они существуют номер один. Пожалуй, одними из самых редких игроков Genshin по праву можно назвать мейнеров Eloy. Причин для этого огромное множество, но я предлагаю рассмотреть лишь две основные. Первая заключается в том, что Eloy отправлялась нам по почте как приятный, но ограниченный по времени бонус. Происходило это примерно полтора года назад в обновлении 2.1 для PlayStation и 2.2 для всех остальных платформ. До и после этого получить Eloy не представлялось возможным, поэтому она есть далеко не у всех. А вторая причина, это как ни странно сама Eloy, которая даже на выходе не отличалась колоссальным уроном, да и потенциалом в поддержке тоже. Что касается скиллов, как Ешка, так и ульта оставляют желать лучшего. Более того, у нее совершенно нет созвездий. Единственным ее плюсом является пассивка, позволяющая бесшумно подкрадываться к мелким животным. При этом использовать ее можно, даже не прокачивая Eloy. Возвращаясь к мейнерам этого персонажа, лично я ни разу не встречал представителей этой группы в кооперативном режиме или где бы то ни было еще, но очень хотел бы. Как минимум, чтобы посмотреть на возможный урон этой забытой криолучницы. Они существуют номер 2. Игроки, о которых сейчас пойдет речь, это без преувеличения эталон выдержки, терпения и спокойствия. В противном случае, я просто не понимаю, как они могут заходить в геншин и игнорируя все остальные виды деятельности, просто идти рыбачить. Я лично знаю человека, который даже дейлики не проходит. Его интересует только рыбалка и рыбачит он каждый день. У него уже давно куплено практически все, что можно было купить за рыбу, включая улов R5, удочку на рукава угай и стабилизатор лески. При этом он совершенно никак не реагирует на возгласы Пайман о том, как классно мы сейчас поедим, как круто мы проводим время и как близко мы к поимке рыбы. А это между прочим дорогого стоит, потому что я перед рыбалкой всегда выключаю звук именно по этой причине. Иначе больше чем на одну рыбку меня просто не хватит. В конце хочу выразить огромное уважение и увлажнение каждому представителю рыбаков геншина, потому что это мои герои. Они существуют номер 3. Еще редкими можно назвать игроков, которые копят крутки чуть ли не годами. Если честно, я раньше был таким же. Не знаю зачем и как, но к баннеру Райден и Аято, который мы могли лицезреть этой зимой, в моем распоряжении было более чем 280 круток. Примерно 250 из которых я заработал ежедневно, выполняя делики, ивенты, а также проходя сюжет и лишь 30 с помощью луны. Конечно, вперед проведения того баннера я забрал и Райден и Аято, даже с учетом двух проигранных 50 на 50. Это был последний баннер, когда я смог накопить такое количество круток, потому что теперь я так просто не могу, и каждый новый баннер откручиваю 10-20 раз, попутно надеясь, что ненужное ивентовое лего обойдет меня стороной. И я даже не знаю, что из этого приятнее. С одной стороны, осознание того, что нужное лего определенно точно будет твоей, но с другой, это забавные крутки каждый новый баннер и искренняя радость, что лего не выпало. Они существуют номер 4. Здесь я начну с небольшой предыстории. Последнее время я все чаще просто гуляю в геншине. Это доставляет мне какое-то иное удовольствие, нежели закрытая бездна, выпавшая лего или новый классный арт. Единственное, что время от времени прерывает мою идиллию, это рандомные ивенты. Из всех представителей этого вида контента я выполняю только направленные на утоление голода этой собачки. Все остальные я просто прохожу мимо, как и большинство других игроков геншина. Большинство, но не все. Существует небольшая часть игроков, которая выполняет рандомные ивенты каждый раз, когда их видит без какой бы то ни было причины. Также можно встретить игроков, которые целенаправленно фармят эти квесты ради прокачки уровня дружбы. Некоторые из них заходят настолько далеко, что запоминают точки, где эти ивенты появляются, какие из них проходятся быстрее всего и на основе этих данных прокачивают дружбу с любым героем в разы эффективнее. Они существуют номер 5. Давайте будем честны, рано или поздно каждому из нас, пусть и ненадолго, надоедает рутина геншина, состоящая из деликов и смолы. В такие моменты, скорее всего, принимается решение взять небольшой перерыв в одну-две недели. Но эти ребята о таком даже не думают, они играют в геншин на протяжении двух лет с практически идеальной посещаемостью. Подобные игроки заходят в геншин каждый день вне зависимости от того, идет ли какой-нибудь ивент, есть ли у них луна и нужно ли им кого-нибудь прокачать. Мы этого не поймем, это просто их путь, путь с которого они не сойдут, даже зная, что это не имеет никакого смысла. С другой стороны, они ежедневно забирают по 60 примагемов с помощью деликов. А это уже хорошо сказывается на количестве легендарок в коллекции, но не так хорошо, как геншин джуб. Самый вкусный сайт с примагемами и лунами. Выводы происходят через кауда щоп официального партнера геншина. Невкусно ждать, так и не пробуй, выводы моментальные. Также на сайте тебя ждет море халявы, вкусные конкурсы, раздачи, несколько видов бесплатных кейсов, так что даже деньги трать не обязательно, залетай. С тебя UID, с них аль примагемы, ни одного случая бана или списания, сам пользуйся, ссылочка где в описании. Ну а по промокоду ТЗТО 30 плюс 30% к пополнению. Они существуют номер 6. Начну с того, что в геншине огромное количество вещей, которые легко забываются. Примерами могут послужить сюжетные мини-боссы, предметы вроде веера из красных перьев и даже реакции на подобие разбит. Но все они даже близко не стоят с параметрическим преобразователем. Его забывают практически все, и тот маленький процент людей, которые стабильно раз в неделю его используют, одни из самых редких игроков, которых можно повстречать в геншине. Они настолько редки, что я даже не уверен в их существовании. Они существуют номер 7. Как я уже говорил ранее, в геншине огромное количество контента. Но даже этого зачастую не хватает, и тогда игроки придумывают контент сами. Именно так и появилось то, за что лично я благодарен больше всего. Кошмарин голубей Тимми. Это настолько базовая вещь, что ее уже можно приравнивать к дейликам. Поэтому каждый игрок, который ни разу не приходил на мост рядом с манштатом, вооружившись ультом делюка, по праву может называться редким. Почти таким же редким, как этот глоток чая. И самая приятная, хорошая и неимоверно круто классная рубрика. Комментарий, который мне понравился. Их опять было очень много. Поэтому вот вам несколько. Огромное спасибо за мою улыбку и за то, что досмотрели это видео до конца. Ну и все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok